Приветствую! Мод The New Order для Hudson Fire Info начинает обрастать саб-модами и сиквелами. Одним из представителей второй категории является A New Millennium, повествующий о мире ТНО в начале нового тысячелетия. Стоит отметить, что это демо, так что контент в нем ограничивается Германией. Из текущих зачатков сюжета мы знаем, что в Германии победил Шпиеры в настоящее время, страной управляет его сын. Сама Германия возглавляет Европакт, что-то среднее между экономическим блоком и военным альянсом. В прямом подчинении у немцев все еще находятся словаки, поляки и украинцы, а также Остланд, поделенный на Белую Рутению и Балтику. Плюс им подчинено то, что когда-то было Бургундией. Италии, ставшей социальной республикой, ценой уступок удалось сохранить многие владения на Балканах, но при этом она лишилась чести колоний в Африке и на Ближнем Востоке. Иберийский союз избежал распада, а вишисты объединились с Британию и вернули земли, потерянные во франко-бургундской войне. А вот кому не повезло развалиться, так это Турции, Афганистану и немецким владениям в Африке. Новым азиатским центром силы стал Китай. Режим Гоминьдана не только объединил страну, но и подчинил себе Тибет, Монголию и Корею. Япония пришла в упадок, и от ее былого величия осталась только тень. Американцы живут на наследии президента Харрингтона, и в данный момент страну возглавляет выходец из его администрации. Что же до России, то она вновь объединилась под знаменами пролетариата. Ее объединитель Жуков скончался 26 лет назад, а его преемником стал Николай Рыжков, ставший также первым главой президиума Возрожденного Союза. Ему удалось вернуть Дальний Восток, Среднюю Азию, Кавказ и Московию, а также отодвинуть границу с финнами, подальше от Ленинграда. Судя по национальным духам, в стране снова просыпаются иные идеологические течения, так что не исключено, что возвращать остальные земли предстоит не Красным, а условной Черной Лиге. Касаемо наполнения, то, как я и упоминал ранее, сейчас какой-никакой контент есть только у Германии. Это касается решений, фокусов и механик. Технологии еще не готовы и забагованы. Модельки юнитов есть у Германии и ее сателлитов, однако только в виде заглушек из других модов. И еще немного о фокусах. У нескольких стран есть скелеты древ без эффектов. В их числе Советский Союз, США, Свободная Франция и, неожиданно, Израиль. Из-за того, что это демо, а не полноценный мод, имеется множество визуальных и логических проблем. Так, оформление в стиле винтажных Windows не доделано, а текст не везде адаптирован под новый стиль. Не всем странам добавлены новые лидеры. Где-то висят заглушки, а, к примеру, в Парагвайе у власти все еще остается 102-летний Марениго. И все-таки, несмотря на это, за развитием мода хочется следить. За все те годы, что существует в Хацу Фаренфо, было анонсировано много модов об альтернативной современности. Но до более-менее толкового релиза добрались лишь единицы. Оценки ввиду демо статуса мода не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА